Валерий Сурганов Я не исключаю такой возможности, что может иметься определенный сговор как со стороны насильников, так и со стороны судей Кисиковой в этом процессе, чтобы просто-напросто через Верховный суд потом попытаться реабилитировать вот этих двух негодяев. И вот может быть за этим это все и затевается. А я здесь как бы являюсь таким камнем преткновения. И нужно доказать, что я вмешивался в правосудие, подменял с собой суд, и поэтому все судьи, послушавшись меня, осудили вот этих двух типов. Оказывается, не надо было меня слушать. Посудник Сурганова, по мнению следствия, экс-кандидат в президенты страны Мусагали Дуамбеков винит в этом процессе прокуратуру. Именно надзорный орган, по мнению политика, инициировал этот беспрецедентный процесс, последствия которого могут быть плачевными для общества. Это позиция нашей прокуратуры на сегодняшний день. Значит, выворачивать руки, закрывать рты наиболее активным людям, правозащитникам, чтобы каким-то образом, чтобы народ жил как в танке, ничего не слышал, ничего не видел. Ну, я считаю, что это неправильная позиция. Во-первых, это, наоборот, толкает многих людей на радикализм. Завтра люди будут думать, как наказать этих людей, как говорится там, искать оружие, кого бы там пристрелить и так далее, и так далее. Я считаю, что это вообще абсурдная политика. Надо дать людям высказаться, надо людям защищаться, дать возможность. Суд над Сургановым и Дуамбековым – это прецедент в казахстанской практике. Ведь журналисты и политика судят по уголовной статье, обвиняя в создании преступной группировки. По сути, это показательный процесс за выполнение профессионального долга, чтобы другим неповадно было. Слово представителю средства массовой информации в случае обвинительного приговора грозит до четырех лет тюрьмы. Кроме того, судья требует, чтобы подсудимый выплатил ей за моральные страдания 10 миллионов тенге.